Друзья, приветствую всех на моем канале и в этом ролике мы с вами поговорим, что такое концепция веб 3.0 и для чего она нужна. Вообще интернет постоянно развивается, внедряет инновации. Нам уже довелось увидеть два предыдущих поколения веб 1.0 и веб 2.0. И мы жаждем узнать, что преподнесет веб 3.0. Опыт работы веб 1.0 был статичным и лишенным возможности создавать собственные сайты с разнообразным контентом, подобно тому, как мы делаем это сегодня. Версия веб 2.0 объединила пользователей с помощью социальных сетей и динамических сайтов, при этом пожертвовала децентрализацией. Концепция веб 2.0 обещает предоставить полный контроль над информацией в интернете, а также создать семантическую сеть, которая позволит программам легко воспринимать и обрабатывать пользовательский контент. Технологии блокчейна обеспечат децентрализацию, бесплатную цифровую идентификацию с помощью крипто-кошельков и открытую цифровую экономику. Способы взаимодействия с сетью обещаются наиболее захватывающими благодаря возможностям 3D-интерфейса. Помимо этого, пользователи ожидают удобный поиск контента, таргетированную рекламу и улучшенную поддержку клиентов. Некоторые из технологий веб 3.0 уже широко используются в голосовых помощниках, таких как Siri и Alexa, а также в умных домах. Что такое веб 3.0? Это интернет-технологии нового поколения, которые опираются на машинное обучение, то есть искусственный интеллект и технологии блокчейн. Данный термин был придуман Гевином Вудом, основателем Болк 1 и соученителем Эфирио. Если веб 3.0 фокусируется на пользовательском контенте, размещенном на стерилизованных сайтах, как у нас есть в социальной сети, то веб 3.0 обещает предоставить пользователям полный контроль над их данными в сети. Эта концепция направлена на создание связанных умных сайтов в приложении, с улучшенным машинным анализом данных. Дистерилизация и цифровая экономика также являются неотъемлемыми чертами веб 3.0, поскольку благодаря им созданная сеть и контент приобретает ценность. Важно отметить, что веб 3.0 это меняющаяся концепция. У нее все еще нет единого определения и пока что каждый трактует ее по-разному. Как же работает веб 3.0? Веб 3.0 будет быстро предоставлять персонализированную и актуальную информацию за счет использования искусственного интеллекта и передовых методов машинного обучения. Эффективные алгоритмы поиска и развития аналитики данных позволяют компьютерам лучше понимать потребности пользователей и рекомендовать подходящий контент. Веб 3.0 также сосредоточился на защите прав собственности на контент и поддержке доступной цифровой экономики. Все сайты, например, форумы и социальные сети обычно содержат статическую информацию или ориентированы на пользователя контента. Хотя такая структура и позволяет публиковать информацию широкому кругу людей, она может не отвечать потребностям конкретного пользователя. Сайт должен адаптировать информацию, которую он предоставляет каждому отдельному пользователю, подобно тому, как это происходит в реальном человеческом общении. Веб 2.0 пользователь теряет право собственности и контроль над информацией, готовка на кассе в сети. Еще одна ключевая фигура в концепции веб 3.0, ученый-компьютерщик и создатель всемирной паутины Тин Бернон Слей, он предложил свое видение интернета будущего еще в 99 году. Он сказал, у меня есть мечта, чтобы паутина, состоящая из компьютеров, могла анализировать все данные в интернете, включая контент, ссылки и транзакции между этими компьютерами. Сематическая паутина, которая делает это возможным, еще не появилась, но когда это и произойдет, повседневные механизмы торговли, бюрократия и наша повседневная жизнь будут обрабатываться машинами, которые взаимествуют между собой. Бернон Слей и Гривен Вуд объединили свои идеи, чтобы сделать океан дестриализованной информации, более доступным для сайтов и приложений. Они будут анализировать и использовать эту информацию для удовлетворения потребностей конкретных пользователей. Блокчейн служит решением для справедливого управления онлайн-идентификацией, данными и правом собственности. Краткая история о развитии интернет-технологий нам призывает, чтобы лучше понять концепцию Web 1.0. Давайте вспомним, какой путь мы прошли и чего достигли за последние два десятилетия, за которые произошло множество изменений. Web 1.0. Это первая интернет-сеть была основана на том, что сейчас известно как Web 1.0. Термин был придуман в 99-м году автором и веб-дизайнером Дарси Диноча для разограничения Web 1.0 и Web 2.0. Еще в начале 90-х годов сайты создавались на основе HTML-страниц, которые могли отображать только информацию, в то время как у пользователей не было возможности изменять и вносить новые данные. Социальные взаимодействия ограничивались простыми чатами и форумами. Веб 2.0 все изменилось в 90-х годах, когда сдвиг в сторону более интерактивного интернета начал обретать форумы. Благодаря Web 2.0 пользователи получили возможность взаимодействовать с сайтами посредством баз данных, обработки со стороны сервера и различных форм социальной сети. Все эти инструменты изменили взаимодействие в интернете со статически на динамически. Web 2.0 концентрировалась на пользовательском контенте и совместимости различных сайтов и приложений. Она предлагала не только пассивное потребление контента, но и вовлеченность в его создание. В середине 2000-х годов большинство сайтов пришли на Web 2.0, а крупные технологические компании взялись созданием социальных сетей и обыдных сервисов. Будущее и Web 3.0. Если посмотреть на историю развития интернета, то эволюция соматического умности окажется закономерным ее этапом. Сначала данные предоставлялись статически, но со временем пользователи получили возможность динамического взаимодействия. Алгоритмы начали использовать эти данные для создания более персонализированного и удобного опыта работы в интернете. Например, попробуйте зайти на YouTube или Netflix, и вы увидите, как алгоритмы улучшили эти платформы. В углице ниже указаны основные различия Web 1.0, 2.0 и 3.0. Как мы видим, по содержанию в первой версии было пассивное поглощение контента, во второй платформе сообщества и контент с узнанными пользователями, то есть в соцсети, и 3.0 с права собственности на свой контент. То есть видим, как меняется у нас виртуальная среда, ее не было, потом появилась базовая 3D, уже виртуальная реальность и, соответственно, 3D реклама, навязчивые баннеры, потом появилась интерактивная, а потом таргетинозные действия пользователя, хранилищие данных на сервере сайта, хранилищие данных, значит, технологическим гигантам, то есть там ВКонтакте и Фейсбук. Данные распределены среди пользователей со всего мира. Аудитория были отдельные пользователи, потом сообщества, и связанные пользователи на разных платформах и устройствах. Еще какие ключевые особенности ВКонтакте? Это семантическая верстка. Каждым годом программам в случае лучше удается распознавать пользовательские данные и контент. Блокчейн и криптовалюты, владение данными, онлайн-экономика и социализация – это ключевые аспекты будущего СВП-3 Гэвина Вуда, для достижения которых будет использоваться надежная система блокчейна. 3D-визиализация и интерактивность. Проще говоря, внешний вид интернета сильно изменится. Мы наблюдаем повсеместное внедрение 3D-интерфейсов, которые даже включают в себя ритуальную реальность. Мета-вселенная – это одна из областей, которая предстояла пользователям такой опыт. Искусственный интеллект – это ключ к превращению пользовательского контента в данные понятные машины. И же преимущества Web3.0 – отсутствие центральной точки контроля, улучшение взаимосвязанности информации, более эффективный поиск, продвинутая реклама и маркетинг, улучшенная поддержка клиента. Как же вообще криптовалюта вписывается в концепцию Web3.0? Цифровые криптер-кошельки – это одни из аспектов. Любой пользователь может создать кошелек и совершать транзакции. Дегидатализация – то есть открытое распространение информации и мощностей среди множества людей с помощью блокчейна. Цифровая экономика – то есть возможность владеть данными в блокчейне и использовать дегидатализованную транзакцию, создает новую цифровую экономику. И совместимость – то есть сетевые DApp, приложения и данные становятся все более совместимыми. Блокчейны, построенные с помощью виртуальной машины эфириум, могут легко поддерживать приложение DApp. Вообще в чем используется Web3.0? В голосовых помощниках Siri и Alexa, и Siri от Apple и Alexa от Amazon – это голосовые помощники, отвечающие многим требованиям Web3.0. Это «Умные дома», соответственно. И одной из особенностей Web3.0 является послеместность, то есть они получили доступ к данным и онлайн-сервисам с нескольких устройств, то есть отопление, кондиционирование, кухня. Все, что в доме у вас взаимодействует – это «Умный дом», это уже входит в Web3.0. Так, давайте подведем итог нашего видео. Интернет значительно изменился, и, соответственно, из первой версии интернета мы перешли в третью версию. Постепенно мы, соответственно, идем семимильными шагами к интернету будущего, и, соответственно, вы уже сможете проводить собеседование, делиться всевозможными инсайтами, новостями, строить проекты. Все это будет внутри огромной экосистемы Web3.0. Если ролик был полезен, ставьте лайк, подписку на канал, соответственно, подписку на все соцсети, которые есть по ссылке в описании. И увидимся в следующих роликах.